здравствуйте друзья письмо у нас давайте почитаем мне 22 года не женат и детей тоже нету ну чё ж 22 года то не обязательно работа войти бизнес интеллигенс девелопер разработчик баз данных молодец работаю уже два года имею два высших образования инженер-электрончик и инженер-программист я еще поражаюсь откуда в 22 года два года опыта и еще два высших образования казалось бы одно самый раз завершить ну ладно английский очень средний то что мне говорят я понимаю уже неплохо но вот с изъяснением возникают проблемы хочу навсегда уехать в сша в этом году впервые решил сыграть в лотерею green card и выиграл смотри как все все в одни руки образование тут понимаешь это профессия хорошая все тут еще и green card так хотел бы узнать ваше мнение по поводу следующих вопросов вот насколько трудно будет устроиться джуниором с очень средним знанием языка возможно звучит ответы на основные вопросы на собеседование а в процессе работы уже его подтягивать считаю во время какой-либо деятельности язык учится лучше чем на курсах возможно я не прав насколько востребована моя первая специальность штатов инженер-электронщик и возможно ли иммигрируя в таком возрасте все-таки уже не 13 лет не 13 лет добиться в будущем хорошего знания языка очень надеюсь на видео ответ большое спасибо вашему каналу и вам лично за то что даете столько важной и полезной информации ох тут наворочено то ну давайте по порядку будем ну что друзья согласитесь тут у нас случай необычный прям какой-то полу цукерберг полу брин понимаешь такой компьютерный гигант 22 года в общем это ему еще green card это конечно вот все одним все а другим ничего так вот значит что я хочу сказать значит первое все-таки у человека есть еще некоторое время до приезда в соединенные штаны то есть ну я не на сколько год допустим да это что не не полже года но вот годик у него есть поэтому это минимум а то и полтора поэтому даже если у него времени всего год за год разговорный язык английский в возрасте 22 лет можно так рубануть я не говорю там про акцент может быть но то что называется флуэнси да то есть он свободно совершенно будет говорить на языке причем у него набор тем совершенно ограничены что у него затем и такие там программирование и прохождение интервью расскажи о себе расскажи что ты на проекте делал вот уж действительно то проблема какая да при таких талантах он через год преподавать должен английский язык я совершенно без дураков говорю поэтому конечно вот вот тут некоторая слабина прошла когда он конечно лучше разучивать язык там на практике чем вот скажем предварительно и да и нет есть как бы в языке у эмигрант который самолета сошел есть две составляющие его подготовленности языковой значит первое это та фундаментальная основа которую он успел получить дома и второе это вот то что он тут на месте полирнулся вот полировочка с поэтому значит если он уже дома чуть набрал вот то ему останется гораздо меньше полировки а если он дома не набрал то ему придется вместо полировки ему придется учить прямо тут на месте и стратегия как бы успешной эмиграции состоит в том что нужно максимум возможного сделать дома тем более что времени у него не просто вагон и маленькая тележка у него времени с избытком тогда даже тут тут нету двух мнений тут и одного то нет это абсолютная истина которая не требует никаких мнений это проверено я не знаю там до 1000 на опыте тысячи людей год до 22-летнему парню который еще и айтишник который понимает на слух чего ему говорят это значит что у него словарный запас хороший и грамматический он подкован да вы чего вот уж действительно то есть нет такой проблемы английского языка есть проблема не осознание того что английский язык надо выучить дома и что он абсолютно в состоянии это сделать вот этого осознания у него пока нет вот это то что я хочу сказать я считаю вот мой вклад искать в его успешную эмиграцию состоит в том первое чтобы сказать ему мужик парень молодежь давай в общем делай что положено даже даже не сомневаясь с языком второй момент вот какой он спрашивает трудно ли устроиться там джуниором там я не знаю но он же два года программирует поэтому я бы не называл это словом джуниор я бы вообще вот не не употреблял эти категории значит представьте себе что вот тестер вот вот я за просто для параллели я говорю вот допустим был бы тестер вот молодой человек был бы тестером у него было бы там какое-то иностранное образование и у него при этом было бы два года опыта работы тестером и он бы реально что-то умел я не говорю то что он умеет даже мы об этом не говорит так по мелочи тестировать умел он бы сейчас пошел получил бы работа хоть ты джуниором его назови хоть синером хоть я не знаю там макинтошем пройти он будет получать ну я не знаю хотя бы 1080 85 там получит вот вот собственно вот весь разговор поэтому не надо говорить про джуниора надо сказать есть человек у него есть два года опыта разработки так это то с чем он идет вот вот собственно и все ему будет предложить позицию по девелопменту и могут предложить позицию там по какому тестированию я не знаю если он достаточно широко как бы воспринимает то что есть может быть пусть первая работа будет даже потестировать но побыстрее да может быть я не знаю а если он открыт то что у него будет больше предложения оттуда и отсюда но в принципе если он уже девелопер чего ему сама не быть девелопом меня немножко удивляет то что он хочет проработав два года в девелопменте он хочет вернуть начать с того чтобы делать что-то чего он никогда не делала только учился вот там по электронике в принципе это возможно да я не хочу сказать что это невозможно но если его интересует быстро найти работу то он мгновенно найдет работу скажем там девелопером я думаю что по ценнику скажем кремниевой долины это было бы но я не знаю может быть и стольник бы получил если он действительно знает то о чем разговор идет он легко может получить и сто тысяч и сто двадцать тоже но но даже если его унизят такой суммой как тысяч там скажем 85 90 в качестве первой работы это тоже будет неплохо вот вот собственно и все поэтому значит это первый момент но я хочу сказать что при всей сфокусированности молодого человека на можно ли по этой специальности сложно ли устроиться на джонера там еще чего-то еще чего-то я бы разделил понимаете я бы разделил первичное выход на первичное самообеспечение который может произойти там за неделю за две даже вот в его ситуации такой на английский должен получить конечно безусловно что вполне так сказать ему по силам но то что он допустим через там три года должен получать свои сто пятьдесят тысяч вот тем же девелопером не знаю на чем там у него это отдельный разговор совершенно знаете он если бы даже ему вот представьте себе что он приехал и нет у него языка что вообще у него по нулю язык вообще по нулю и вот он приехал он выиграл грин карту на него свалилась такая фигня он может допустим он там полгода или даже целый год работает я не знаю кем в русском магазине там ящики таскать я там на стройке ну просто чтобы себя сама обеспечить и только после этого подучив немножко язык освоившись социально адаптировавшись там и так далее может какие-то курсики там взял вот и и вот после этого только он устроился так это что плохо что ли я не я не понял разве разве успешность иммиграции определяется тем что он получил через неделю а если бы у него не было грин карты которые он выиграл а он приехал бы в тур поездку например ему бы крышу снесло и он бы решил остаться подавал бы на политическое убежище и значит первые там месяцев не знаю там 78 пока разрешение на работу придет занимался бы чем придется это значит стройка это может быть какая-то там тяжелая физическая работа и так далее это да один хрен разве это вообще кого-то может заинтересовать почему вообще мы на это смотрим это что плохо что ли нет нам а у меня первая работа была вышибалой в магазине кожаных курток в городе сан-франциско я счастлив был до соплей у меня раз неделю мне удавалось то попасть раз неделю мне давали 20 долларов кешем за то что это в рабочий день стоял я прыгал до потолка и счастлив был до соплей весь день с хозяином разговаривал у меня английский улучшался и иди что не отмечу что-то отвалилось от меня или я там не состоялся не самореализовался там денег не заработал там это да все нормально я против говорю что как только человек начинает не различать не различать задачи первичной адаптации и задачи такой иммиграции всерьез значит у него все идет комком понимаете все все скручивается он начинает первичную адаптацию измерять успешность первичной адаптации измерять успешностью там все иммиграции да никакой связи вообще нет просто нет связи я я вам частушечку они тут такой был точнее спрашивают вот армянской радио спросили почему армянская не знаю ну пусть будет армянская радио, спросили, что такое частушка. И они говорят, это формат, в котором реализуется русское народное творчество. И формат этот характерен тем, что состоит из двух частей, связанных рифмой, но не обязательно связанных по смыслу. Например, у моего миллионка в попе потерялась клизма, призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. Понимаете? То есть начальная иммиграция связана с последующей иммиграцией, вот этой вот рифмой, понимаете? Но не связана по смыслу. Это два совершенно отдельных куска. Они только рифмуются где-то там, а это два разных этапа жизни. Поэтому разделил, и все стало просто. Вот, поэтому это вот то, что я хочу сказать молодому человеку, насколько востребованы специальные результаты. И та, и другая очень хорошо востребована. Особенно востребована молодость. Особенно востребовано образование, по которому ты хочешь искать работу. Скажем, если это electrical engineering или computer science, а то еще и комбинация, вот как у молодого человека. Это просто взрывная комбинация. Тем более тебе 22 года, у тебя уже 2 года опыта есть. Тебя на части порвут. Не специальность востребована. Ты востребован. Ты, лично ты востребован. С этой специальностью, с этими двумя специальностями, с этим опытом, с этой молодостью. Ему уже не 13 лет. Да, да, ему не 13 лет. Конечно. Вы знаете, я вспомнил еще одну хохмочку. Там у нас, мы сидели на кухне. И вот София наша, ну ей тогда было там, может, 65 лет. И там была девочка Маша. Маше было, вообще ей 21, но на вид 14. Такая она, маленькая такая, прям совсем как школьница. И Маша говорит так, по-детски немножко, ну что это такое? Вот идешь на интервью, тебе спрашивают, все спрашивают, сколько тебе лет девочка? Ну, а София в это время кушала куриную ножку. И она так откусывает кусочек. И говорит, так будет не всегда, говорит София. Пожевывает куриную ножку. А вот она говорит, вот меня. Уже никто не спрашивает. Понимаете, значит, в 13 лет вы бы не могли ничего из того, что вы можете сейчас. Это просто была бы другая жизнь. Понимаете, если бы я приехал не в 35, а в 22, вот как вы сейчас, я бы прожил абсолютно другую жизнь, которую я не смогу прожить, приехав в 35. Есть переживания по поводу акцента, по поводу обладения языком и так далее. Даже если у вас останется какой-то легкий акцент, да ничего страшного, пусть у вас будет легкий акцент. Тут все разговаривают с таким тяжелым акцентом, что ваш легкий вообще никто не заметит. Выкиньте, забудьте, даже в голову не берите этот мусор. Плевать вам на этот акцент. Кроме того, что есть шанс, есть шанс. Зависит от того, в какой обстановке вы окажетесь. С кем будете работать. Может оказаться, что пройдет пару-тройку лет, вот я вижу, у нас вот даже жалуются наши зрители, говорят, как это так, девочка там еле 25-26, постарше вас. Девочка, она всего два года в Америке, а по-русски так говорит, что уже, ну, как будто она на неродном языке разговаривает. Понимаете? Есть такие люди тоже, вы не знаете про себя ничего. И самое главное, что это никакого значения вообще не имеет ни для чего. Вот вообще ни для чего. Поэтому я хочу выразить публично тот восторг, в который я пришел при чтении этого письма от молодого человека. Это настолько классно и настолько здорово. И настолько человеку дано. Вы, как вам сказать, на вас такой груз ответственности, чтобы отработать это все. Понимаете? Отработать, отпахать, отбатрачить, самореализоваться по полной, на всю катушку, чтобы потом никто не сказал, главное, чтобы вы себе не сказали, как же так, я с таким потенциалом был и профукал. Понимаете? Вот это вот давайте. И как бы, вот ради этого все, я хочу сказать. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова